Такое событие, как губернаторский бал, для школьников бывает только раз в жизни. Сегодня здесь, в СКК Оренбурже, собрались более тысячи выпускников. Все они отличники учебы, призеры и победители Олимпиад. Вместе им удалось собрать более 500 золотых и 400 серебряных наград. Их по праву называют «золотой молодежью Оренбурже». Регина Розакова и Маргарита Вольф приехали на балы Солилецка. Готовились основательно. Шести часов утра. Прическа, макияж, волнение признаются медалистке больше, чем было на итоговых экзаменах. Хотя ЕГЭ и самым талантливым давался нелегко. Этот год был достаточно тяжелым, но мы справились. У Регина серебряная медаль, а у ее подруги золотая. Но девушку сей факт не огорчает. Наоборот, есть к чему стремиться. Не завидую, потому что это то, что я заслужила. Таких заслуженных спортивно-культурный комплекс Оренбуржа собрал более трех тысяч учеников. Это не только призеры и победители многочисленных школьных конкурсов и Олимпиад, но и те, кому удалось на ЕГЭ набрать максимальное количество баллов. Тысяча два человека золотых и серебряных медалистов. Это хороший результат из четырех тысяч каждый. Это нормально. Вообще этот год для Оренбургского образования оказался более чем удачным. На фоне общего снижения показателей ЕГЭ в России наша область показала высокий результат. Опытом уже заинтересовались в Москве. Теперь задача для правительства, чтобы золотые выпускники не растерялись по стране, а жили и работали у себя на родине. Сегодня у глав муниципальных образований хозяйственников, которые думают о перспективах развития своей отрасли, своего, так сказать, дела, они уже сегодня пытаются заключить с выпускниками того или иного профиля соответствующие соглашения, платят им дополнительные стипендии для того, чтобы они потом вернулись и работали на предприятиях, которых они возглавляют. Нынешний праздник отличался не только яркими номерами, но и подарками и лотереями. Выпускникам дарили планшеты, сотовые телефоны, ноутбуки. Ну а главный приз достался Даниилу Михаленко из второго лицея. 100 тысяч рублей на путешествие. Итак, вон для поддержки, дорогие друзья! Обладателю путевки. Но уже позже своими песнями радовал Стас Пьеха. Как оказалось, знаменитый эстрадный певец никогда не славился хорошей учебой. Поэтому, признается по возможности, старается принимать участие на таких мероприятиях, как выпускные вечера. Приобретать, так сказать, опыт и интеллект. Спасибо огромное вам за то, что вы так относитесь серьезно к, так сказать, обучению в своей профессии. Вы наши надежды на светлое будущее. Будьте лучше, чем мы! Екатерина Тихоенко, Константин Воробьев. Наше время.